Был талантливым спортсменом и героем. В Магнитогорске завершился турнир по боксу памяти Евгения Алиханова. Финальный день соревнований совпал с годовщиной смерти спортсмена. Ровно 33 года назад, 24 ноября, молодой человек героически погиб в Афганистане. Субботнее утро с гвоздиками в руках люди съезжаются на левобережное кладбище. Школьники, тренеры и ветераны боевых действий. Место встречи памятник воинам-интернационалистам. Собравшиеся вспоминают Евгения Алиханова. 33 года назад магнитогорский боксер погиб в Афганистане, спасая жизнь боевых товарищей. Вечная память всем ребятам и Жене. Турнир должен жить и на этот турнир мы вас всегда приглашаем. Не просто только сюда смотреть, как бьются и закаляют свои характеры ребята. Звучат оружейные залпы, собравшиеся несут к мемориалу цветы. Каждый год сюда приезжают ученики 56-й школы. Именно в ней учился Евгений Алиханов, а также еще один герой афганской войны Вадим Юрченко. Благодаря тому, что мы тесно сотрудничаем с Союзом ветеранов Афганистана, мы проводим очень много мероприятий. И это сотрудничество привело к тому, что мы установили две мемориальные доски нашим выпускникам. И мы всегда в день матери и в день вывода войск из Афганистана приглашаем всех мамочек. А мы знаем, что в городе Монтогорске 16 ребят ушли и не вернулись, исполняя интернациональный долг. 29 лет назад тренер Джафар Джиганчин организовал в честь Евгения Алиханова турнир по боксу. В этот раз состязания собрали почти 70 бойцов из Челябинской области и Башкирии. Поединки длились 4 дня. До финала дошли только лучшие. И если одним пришлось пройти три полных раунда, то Сергей смог одолеть своего соперника досрочно. Всего я исправил два боя. Это полуфинальный, финальный. Самый трудный был, мне кажется, полуфинальный. Так как он прошел три раунда, было тяжело. Но в основном все так легко прошло. В итоге в копилке магнитогорских боксеров оказалось 43 медали. А еще организаторы приготовили специальный приз. Это памятная доска. Ее разыграли в весе, в котором боксировал Алиханов. В результате трофей остался в городе Металургов. Любовь Гончарова, Юлия Куорти, Егор Суханов, информационная служба медиагруппы «Знак». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова